Дорогие девушки, наши женщины, вас с праздником, вам мира, добра, здоровья, благополучия. Цветы, конечно, чтобы не только на 8 марта, чтобы вас мужчины радовали каждый день. Труд у вас на самом деле нелегкий. Вот взял детей своих, сидят же в своих интернетах и думают, что молоко у нас в магазинах. Пусть вот хоть посмотрят, на самом деле, откуда у нас что берется на столе. Потому что на самом деле каждая профессия почетна, а ваша профессия тем более. Потому что вы нас кормите и поете. С праздником вас, мира, добра и благополучия вам. Мы решили не букетиком, а вот так в горшочках. Мы вас благодарим за ваш труд. Олег Викторович сказал, действительно, труд животноводов, он очень сложный труд. Раньше всех вы встаете, позже у всех вы ложитесь. И целый день вы в заботах, уходите за своими питомцами. И хочу сказать, что это уже даже не работа, а ваш образ жизни. Когда бы по метлете не ехал, вы на велосипеде, кто-то пешком, кого-то на машине привезли. И каждый из вас спешит на свою работу. Каждый вас спешит делать большое дело. Потому что сейчас продовольственная безопасность, самое главное в нашей стране. И в нашем районе, Олег Викторович сказал, что совсем мало предприятий, которые производят молоко. Животноводство, наверное, всегда одно из тяжелейших отраслей было. И спасибо Николаю Ивановичу, что он сохраняет. И ферма не просто ферма, она уже модернизированная ферма по новым современным условиям. Самое передовое в районе. И по надоям, и по обустройству. Поэтому спасибо вам большое за ваш нелегкий труд. Здоровьем, самое главное. Сегодня большого внимания ваших родных и близких. И чтобы такое внимание было всегда. И мирного неба. Мы ее вам тоже благодарим. Давай я вам тоже подарю. Большого подарочка. Женщины везде сейчас. И в космос летают. Женщины сейчас служат в армии. Вот слышала по телевизору, 37 тысяч женщин являются военнослужащими. Поэтому и женщины очень многие освоили нелегкий мужской труд. И на экскаваторах, в общем, и на больших машинах везде. Поэтому еще раз вас с праздником. А ваш вот труд, чему я говорю, ваш труд. Ну это я вообще, не знаю, восхищаюсь. Это, во-первых, из-за того только что рано нужно вставать. Это прежде всего. Здоровья вам еще раз всем. И с праздником. И от нашего коллектива, вы знаете, что у нас тут есть такой. Мы своими руками изготавливаем вам небольшие подарочки. Спасибо. Чтобы сомневали вас в трудную минуту. В Советском Союзе вот что было правильно. Это то, что прославляли обычных рабочих, крестьян. Потому что реально только вот это является двигателем. Обычные люди, которые умеют работать, являются двигателем всей страны. Конечно, нужны инженеры и бизнесмены. Но их надо чуть-чуть. А нас надо много. Те, которые будут нервны. Реальное дело. На месте. Да.